Повесили даже гирлянды, но горки и лед прибрать не успели. Сегодня глава городминистрации Илья Шульгин отправился в рейд по самым популярным городским праздничным площадкам. В этом году новыми местами отдыха стали Вересняки и пешеходная часть улицы с Пасхой. Там впервые оборудовали катки, пункты прокатов и поставили елки. Гостей на объектах ждали так сильно, что, как всегда, немного перестарались. Перед приездом главы городминистрации к новому манежу в Вересняках. Рабочие старательно начали чистить каток от снега, выравнивать местами бугристый лед и даже вешать гирлянды на пункты проката. Правда, совсем забыли про горки. Видимо, чтобы убрать с них толстый слой снега, людей уже не хватило. Впрочем, чрезмерную активность своих подчиненных Илья Шульгин не оценил. Приехав в Вересняки, с улыбкой на лице заявил, что гуляя здесь каждый день и все видит. Говорит, проблемы с содержанием этого катка есть. Например, качество льда оставляет желать лучшего. Ну вот, кое-где видно, что близко выходы земли. В этом случае, ну, просим ККС, дают нам рукава и мы просто подливаем. Ну и там вот кое-где. В той части были тоже уже видно, что земля близко. Горки нужно было подливать. Илья Шульгин добавил, что каток в Вересняках будет работать, пока позволяет погода. В следующем году, если на этой территории не начнут строить никакие спортивные объекты, зимняя площадка откроется снова. То же самое глава городадминистрации сказал и о катке на улице с Паской. В целом, украшение города к праздникам Илью Шульгина устроило. Доволен он остался и оформлением зданий городадминистрации и правительства области, которое украсить на выделенные 5 миллионов рублей к Новому году не получилось. Глава городадминистрации обвинил в этом невнимательных подрядчиков. Подрядчик сделал не то, что было согласовано изначально в проекте, поэтому пришлось, так скажем, внести изменения. И высвоборуденные деньги как раз были напараны в том числе на новогодние вот эти все мероприятия с катками, с улбранством здесь. Что касается 5000 блоков тюменского льда, которые привезли к праздникам в Киров для украшения театральной площади, Илья Шульгин заявил, вариантов покупать замороженную воду где-нибудь поближе не было. Ведь самый чистый лед якобы только в Тюмени. По всей видимости, к следующему Новому году лед будут закупать там же.